всех приветствую дорогие друзья вы на канале шьем с иришей с вами ирина коновал и на этом канале мы шьем моделируем конструируем занимаемся рукоделием занимаемся ремонтом в общем делаем все что связано с шитьем и сегодня мы конструируем вы на прошлом уроке когда я вам показывала маечку обычный топ вы написали в комментариях пожалуйста покажите топ с вытачкой я так понимаю что меня смотрят не только маленькие миниатюрные женщины но и шикарные дамы поэтому вам точно нужна нагрудная вытачка и сегодня на этом уроке вы сделаете топ с нагрудной вытачкой но сразу говорю это вообще ни разу не базовая основа это вообще не расчет по базовой основе нагрудной вытачки даже близко нет я так специально говорю чтобы вы не прицеливались сделать из этой маечки какую-то базовую основу это вообще не основа поэтому давайте построим вы сделаете макет примерите и все все посмотрим итак давайте начнем построение маечки или топа на бретельках на меня чтобы было что закладывать в нагрудную вытачку у меня обхват груди 90 и вот с этих расчетов мы пойдем давайте все по стандарту вот как мы с вами начинаем первое это вертикаль вертикаль из точки 0 и горизонталь из точки 0 здесь все стандартно длина это длина изделия а ширина это полный обхват груди деленное на 4 плюс прибавка по груди пока мы сейчас будем строить давайте я сразу отвечу на комментарии которые были под прошлым уроком например писали как это так прибавка по груди я рекомендую от 2 до 4 сантиметров некоторые написали вы что такая прибавка вы же поняли да что я черчу эту основу в четверти это значит что если я беру два сантиметра то вы правильно написали что в общем обхвате получается 8 на самом деле учитывая сегодняшние тенденции это вообще немного так как люди вот только-только начали отходить от этого безумного оверсайза где там прибавка была не то что 2 4 8 сантиметров было 16 сантиметров и больше поэтому 8 сантиметров лишних в обхвате это оказывается вообще немного вот я беру прибавку по груди 2 сантиметра это не значит что вам нужно взять от 2 до 4 это такой условный ориентир вы можете взять меньше если у вас эластичная ткань и можете взять больше если хотите больше свободы обхват груди деленное на 4 это 22 с половиной сантиметра плюс 2 получается 24 с половиной сантиметра это ширина по груди давайте я вот здесь напишу что мой обхват груди 90 что мы работаем вот с этой мер 24 с половиной 24 с половиной все пометку поставили отложили здесь вертикаль вниз для понимания того где мы вообще находимся в пространстве теперь по поводу глубины проймы здесь есть комментарий очень интересный сейчас давайте я прочитаю это будет полезно скажите пожалуйста как рассчитать глубину пройма если обхват груди 136 обхват груди 136 и мы пройму рассчитываем по формуле давайте запишем ее пройма рассчитываем по формуле обхват груди деленное на 4 минус от 2 до 4 сантиметров и здесь такой вопрос как рассчитать глубину проймы если обхват груди 136 136 разделить на 4 получается 34 сантиметра минус 4 сантиметра если по максимуму поднять до получается в любом случае получается 30 сантиметров это много я сразу хочу сказать это много вот здесь мне вообще всегда хочется чтобы вы включали голову да это грубо звучит но всегда хочу чтобы вы думали понятное дело что при обхвате 136 если идти по этой формуле то это будет глубоко кстати 30 сантиметров пройма это же где она будет чаще всего при таком обхвате рост низкий и там и недалеко и вообще до длины спины до линии талии уже недалеко поэтому если вы обладательница высокого роста то может быть такая пройма будет вам нормальная например на какой-то майки для тренировок а если вы аккуратненькая и низенькая то конечно куда здесь 30 сантиметров сейчас я вам расскажу как действовать и в таком случае тоже но давайте сначала вернемся к моим меркам к моему чертежу обхват груди деленное на 4 22 с половиной минус 24 сантиметра до 22 с половиной минус к примеру 2 сантиметра давайте в минус 2 с половиной чтобы было удобно считать получается глубина проймы 20 сантиметров эти 20 сантиметров я откладываю от точки 0 вниз мы не можем так чтобы не залезать на чертеж не можем конечно вот эта линия но я надеюсь вы тут все понимаете следите за логикой построения 20 сантиметров глубина проймы это вообще абсолютно норма учитывая что длина спины внимание мерка которую мы измеряем от 7 шейного позвонка до линии талии не смотрите у меня здесь блок микрофона до линии талии то эта мерка около 40 сантиметров низкий рост 38 сантиметров высокий рост 42 сантиметра и вот он еще один вариант как можно найти уровень глубины проймы формула звучит так опять пишу здесь пройма формула звучит так длина спины мерка разделить на два вот она половина мерки длины спины если у меня 40 сантиметров длина спины 40 разделить на 2 получается те же 20 сантиметров вот они те же 20 сантиметров в случае который описала наша подписчица она такая умница она написала здесь свою мерку длины спины она написала, что здесь длина спины у нее 42. То есть, если по первому расчету у нее получается 30 сантиметров, то по расчету второй формулы, как бы проверочной длина спины разделить на 2, то есть половина мерки длины спины, получается у нее 42 сантиметра разделить на 2. Все, то есть 21 сантиметр. Вот это более правильная глубина проймы в ее случае у меня эти цифры совпадают если у вас не совпадают то вот вот вам проверочная формула так что поставьте лайк этому видео за дополнительную информацию но и не только мы здесь много чего умного говорим мы нашли с вами ширину мы нашли с вами глубину проймы и сейчас нам нужно только отрисовать вот это место где у нас маечка делим этот участок вот эту ширину делим на три части 24 давайте вот здесь 16 вот эта точка высоту которую вы хотите закрыться сейчас мы рисуем спинку так что можете примерную высоту понимать где у вас от глубины проймы сколько должно быть выше от уровня глубины проймы вверх я откладываю ну к примеру такая закрытая если маечка будет у меня 9 сантиметров вот это моя точка пересечения вот она точка пересечения и отсюда может пойти вверх бретель и дальше я ничего умного вам не скажу как только взять супер лекала и использовать его можно это сделать от руки самое главное вывести вот эту красивую линию и по поводу месторасположения бретельки хочу еще раз сказать что это место вы можете двигать вот мы взяли одну третью вы можете сместить еще можете сместить другую сторону в общем здесь уже нужно попробовать в любом случае сделайте небольшой макетик сколько тут нужно ткани чтобы проверить эту выкройку поэтому не поленитесь сделайте макет опускаю вот эту точку вот она у меня 9 сантиметров я подняла и опускаю пусть примерно на сантиметр чтобы она была не ровная как палка эта линия а чуть-чуть с изгибом красота линий это важно и вверх вверх вот так красивенько ладненько пойдет бретель а помните что вот эту линию можно вести вот так вот так вот так вот так вот так вот так красиво ее можно вывести тут уже на ваше усмотрение можно все это сделать глубже все зависит от того насколько вы хотите закрыться открыться но помните что это маечка это не топ на широких бретельках это не то же самое спинку мы построили вот эта линия центра центр спинки сгиб но и давайте еще усложним задачу и сделаем не просто майку а сделаем платье чуть-чуть приталенная это значит что от точки 0 я откладываю вниз мерку длина спины вот к примеру 40 сантиметров ds это значит что это уровень линии талии и здесь можно сделать прогиб ну к примеру полтора сантиметра чуть-чуть красивенький не хочу линейкой рисовать прогибы прогиб должен быть красивый и вот здесь вот уже выходит на ровную линию теперь здесь дальше вниз откладываете вниз высоту бедра это уровень до самой выступающей точки ягодиц или бедер обычная стандартная величина 18 сантиметров если у вас не 18 то измерьте от линии талии да вот так зеркало встали посмотрели где у вас самая выступающая точка бедра или ягодиц чтобы вы понимали на каком уровне у вас здесь самое широкое место чтобы не промахнуться вот эта линия как будто 18 сантиметров у меня здесь уже не хватает что это значит это значит что тут есть та же формула по бедрам обхват бедер деленное на 4 плюс прибавка по бедрам она может быть от 2 до 6 как вы понимаете она может быть и меньше и больше 98 деленное на 4 это 24 с половиной плюс прибавка да к примеру плюс два сантиметра получается 26 с половиной сантиметров я должна отложить от точки б вот по уровню линии бедер 26 с половиной сантиметров вот вот она вышла за чертеж и соединяю эту линию эта линия боковая с учетом прогиба на талию и прибавки по бедрам получилась очень крутая все это можно сделать гораздо плавнее сделать чуть меньше прибавку по бедрам сделать чуть больше прибавку по талии но это уже такие детали или добавлять талиевую вытачку если вы хотите прям вот такое платье или опять же говорим о том что это хорошо подходит для трикотажа но самое главное я вам дала здесь дополнительные формулы по бедрам и дополнительная формула по длине спины и сейчас начинается самое интересное построение полочки что я хочу сказать по поводу нагрудной вытачки нагрудная вытачка действительно в некоторых случаях очень даже нужно особенно если обхват груди 136 конечно но не вся нагрудная вытачка должна участвовать сейчас построение выкройка наша должна выглядеть так как будто мы вытачку уже немножко размоделировали особенно если у вас линия боковая пойдет не приталенная а прямая как будто мы эту вытачку уже размоделировали вниз это особенно будет видно если мы делаем не приталенное изделие а вот такое трапециевидное соединяем точку от ширины груди до бедра и вот этот вот весь участок нас не интересует это вот такая ширина по талии и вот это правило важно запомнить что не вся вытачка участвует в построении мы делаем изделие которое уже как будто участвовала в моделировании и вытачка немножко размоделировалась вот сюда вниз а раз она размоделирована это значит что она заведомо уже меньшего раствора и здесь существует такое правило чем меньше обхват груди тем меньше нагрудная вытачка это вот аксиома правило его нужно придерживаться в некоторых случаях раствор вытачки будет два сантиметра в некоторых три при большом размере 6 сантиметров поэтому экспериментируйте я вам здесь даже не хочу говорить вот эти интервалы размерные если вы понимаете что вы обхват груди 136 сантиметров возьмите вытачку но что это значит почему я не рекомендую больше от этой точки вверх вы откладываете раствор своей вытачки к примеру раствор моей вытачки будет 4 сантиметра и теперь вот здесь на этом уровне моя линия проймы она пойдет вот так вот так и дальше здесь будет более закрытая или открытая линия я сейчас не буду останавливаться на теме глубины выреза вы здесь понимаете что эту линию можно было вести так можно вот так можно еще глубже так как вам захочется но здесь вот эти четыре сантиметра мы подняли вот они четыре сантиметра от этой линии точки проймы откладываю к примеру вниз немножко сантиметра три четыре ну вот здесь вот три сантиметра это вот этот участок . произвольная три четыре сантиметра нам нужно понимать откуда нам строить эту вытачку и от этой точки 3 по наклонной своей линии я откладываю 4 сантиметра это моя вытачка вот это 4 сантиметра те же самые 4 сантиметра что я отложила сюда вверх вот это моя вытачка теперь нам нужно понимать до какого уровня у нас здесь будет нагрудная вытачка берем сантиметровую ленту определяем центр груди к примеру 20 сантиметров это значит что в половину 10 и еще сантиметра полтора сдвинуть то есть сдвигаем нагрудную вытачку сюда чуть-чуть в бок чтобы она не налезала вот сюда прям на самый центр груди откладываю где здесь будет видно вот 10 сантиметров и еще полтора сантиметра я сдвигаю вот этот уровень это еще не . которой мы будем вести берем сантиметровую ленту ставим ее на плечо и определяем высоту груди от плеча до высшей точки груди отметить сверху этот уровень вот так берете и соединяете эти точки и вот она ваша нагрудная вытачка те 4 сантиметра которые мы заложили в нагрудную вытачку мы их подняли вот сюда то есть наша линия теперь выглядит вот так наша полочка выглядит вот так вот так здесь она пошла на увеличение вот таким клювиком и дальше она идет рядышком по той же линии боковой что и спинка центр переда у них одинаковый еще два слова по поводу высоты вытачки бывает так что мы что-то сметали и у нас вытачка то ли выше то ли ниже не ленитесь переделайте отметьте на себе прям отметьте где у вас эта точка помните что у вас топ на бретелях вы бретелями можете спускать поднимать эту точку поэтому сразу будьте в белье в котором вы будете если это пижамная то вообще нечего здесь париться даже самое главное я дала вам вот это построение расстояние от центра груди плюс полтора сантиметра нашли эту точку соединили и вот ваша нагрудная вытачка поздравляю у вас теперь есть основа маечки с нагрудной вытачкой я надеюсь я немного здесь всего написала вы следили за моей логикой и мне очень хочется чтобы вы построили и у вас чтобы все получилось мне очень хочется чтобы у вас все получилось поэтому постройте напишите в комментариях какие у вас результаты я надеюсь на этом уроке вы узнали гораздо больше чем на прошлом прошлый урок конечно он больше относился к трикотажным маечкам к маечкам для детей или для небольших размеров а эта основа она подходит для слегка эластичных тканей все-таки хочется чтобы чуть-чуть эластан присутствовал потому что в первую очередь это комфорт и вот это размоделированная вытачка она тоже подразумевает что ткань немножко будет эластичная еще важный момент хочу сказать пока не забыла если вы сделали нагрудную вытачку она же у нас вообще методом тыка делается в этом способе если вы увидели вот какие-то вот такие сейчас я заложу какие-нибудь заломы если вы увидели какие-то косые заломы от нагрудной вытачки вот такие будут заломы то это значит что раствор маленький чуть-чуть увеличьте раствор прям возьмите и переметайте на 0 5 побольше или на сантиметр еще раз примерьте внесите изменения в этот чертеж после того как вы вывели свой раствор нагрудной вытачки помните я вам не говорила никаких цифр вы сами должны это расстояние нащупать начните с небольшого расстояния самое большое я считаю 6 сантиметров но бывают разные случаи поэтому пишите свои комментарии ставьте лайки подписывайтесь на наш канал приобретайте наши прекрасные курсы в курсах конечно не таким методом тыка мы все рассчитываем у нас там везде формулы поэтому приобретайте курсы курс по блузке рубашки к примеру он вообще у него очень классная внутри построения поэтому курс блузка рубашка всем рекомендую это бесценный материал там и конструирование и моделирование и пошив по этой основе вы сможете сделать очень 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 много изделий также у нас есть брюки для детей брюки для мужчин для женщин и топ у нас есть шикарное моделирование и самая главная технология пошива топа с единой обтачкой это бесценный материал там очень много знаний как и во всех моих курсах в общем это не реклама курса я надеюсь вам понравилось это видео так что жду ваши лайки и увидимся с вами на следующем занятии ваша ириша и нагрудная выточка которую мы сейчас построим она не полноценная ну в смысле она шикарная нагрудная выточка но она не вся не вся выточка участвует в построении ну такие тут бедрищки бедрищки давайте строить уже хватит